Добрый день! Меня зовут Олег Власов. Это вторая часть видео инструкции, в которой я рассказываю о настройке плагина Next Game Gallery. В прошлом видео, в первой части, я рассказал о том, как установить сам плагин на сайт, как добавить скрипт Image Rotator в папку vp-content uploads, а также как настроить основные настройки на странице настройки плагина. Хочу вернуться немножко назад, к моменту, когда я рассказывал о графических библиотеках, которые подключаются в этом плагине. Здесь их две, библиотека GD или библиотека Image Magic. Здесь указывается путь библиотеки. Я еще вам сказал, что иногда плагин некорректно работает или не работает вообще, из-за того, что вот эти стандартные библиотеки не подключены на вашем сервере, на хостинге. Как это проверить? Я вспомнил, что на странице обзор, после того, как вы активируете плагин, вот его в разделе настроек, здесь есть такая секция, которая называется настройки вашего сервера. Вы можете посмотреть здесь, какие графические библиотеки у вас уже установлены и активированы на вашем сервере. В частности, библиотека GD, вот вы видите, первая запись как раз говорит о том, что в частности на моем сервере эта библиотека активирована. Таким образом, я знаю, что плагин должен работать. Итак, в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как создать галереи и как создать альбомы. Если видео получится достаточно длинным, я постараюсь его записать не более 20 минут, но если будет больше, тогда будет третья часть этой видео инструкции, которую я запишу ближайший день. Итак, плагин у нас настроен, скажем так, пока мы остановились на основных настройках, здесь можно будет экспериментировать, о чем разговор пойдет немножко позже. Давайте мы перейдем к моменту создания нашей галереи. Для начала, о чем бы хотелось мне сказать вам. Первое, что я напомню вам, что я экспериментирую, точнее, проверяю эти настройки на своем поддомене на сайте bestplugins.ru. На этом сайте, кстати, вы можете, если еще не бывали, посетить его. Это мой сайт, на котором я рассказываю о плагинах WordPress. Это первое. Второе, давайте перейдем к картинкам. Прежде чем вы их будете загружать, желательно их подготовить. Опять же, если вы планируете демонстрировать картинки в полный размер, ну, к примеру, 800 на 600 размером, если вы смотрели первую часть видео, то вы должны помнить, что изображение я планировал здесь и установлен, по умолчанию они стоят 800 на 600, я и оставил этот размер, поэтому давайте будем смотреть и готовить фотографии наши или картинки или изображения какие-то, чтобы размер был не менее вот этого размера и опять же сохранялись эти пропорции, пропорции горизонтального прямоугольника. Давайте перейдем к разной коллекции фотографий, которые я делал для разработки тех или иных шаблонов сайтов на WordPress. Вот, в частности, перед вами есть у меня коллекция свадебных тортов. Обратите внимание, значит, размер этих фотографий 800 на 600, а также вертикальные прямоугольники 800 на 1017. Ну и там, чуть-чуть меньше, но в основном какие-то. 1067, 1038, 1067. Давайте попробуем вот из этих фотографий создать наши галереи. Итак, с чего мы начинаем? Открываем страницу, загрузить галерею изображения. И здесь, прежде чем создавать галерею, нам ее нужно создать новую. Желательно писать название галереи на английском. По ряду причин иногда русские названия могут неправильно читаться вашим сайтом, вашим сервером. Итак, у нас свадебные фотографии. Давайте я ее на английском языке напишу. Бейдинг. Как видите, галерея создана. И тут же есть подсказка. Вы можете добавить на сайт эту галерею, используя метку ng-villery id равно 1. Это короткий код, который можно использовать в любом месте записи или страницы вашего сайта. Теперь, следующим шагом мы должны загрузить изображение. Есть несколько стандартных способов добавления. Мы сейчас попробуем сделать, попробовать каждый вариант, чтобы вы знали, как это делается. Первый вариант, загрузить изображение. Вы можете это сделать, вот как раз, используя вот эти параметры. Сначала выбираем название галереи, затем нажимаем кнопку обзор, находим. Сейчас, минутку. Вот моя папка, где лежат фотографии. Теперь смотрите, я нажимаю фотографию, нажимаю на клавиатуре control и могу выделить сразу несколько. Ну, допустим, я хочу сделать галерею из 8 фотографий. Выбрал 5, 6, 7 и 8. Теперь нажимаю сохранить. Вот у меня все фотографии добавились. И теперь нажимаю кнопку загрузить изображение и внимательно смотрю на экран. Видите, загрузка идет корректно, не показывает никаких ошибок. Каждая фотография добавляется. Сейчас в конце будет создан список миниатюр. Все. И теперь у меня появилось сообщение 8 изображений добавлено. Если я открою ftp и посмотрю основную директорию wp-content, то вижу, что здесь автоматически создана папка gallery. В этой папке создана папка wedding и в этой папке лежат добавленные все фотографии, а также их миниатюры. Все это создано автоматически только что при добавлении изображений. Возвращаясь назад, я знаю, что у меня есть одна галерея. Я ее могу просмотреть на странице галереи. Кликну на слово wedding и у меня откроется список добавленных 8 изображений. Немножко позже расскажу о том, для чего вот эти поля и как это можно все использовать. Теперь перехожу в любую запись или страницу. Допустим, в записи привет мир я сейчас добавлю созданную только что галерею. В визуальном редакторе есть кнопочка после активации этого плагина добавить галерею nextgen. Она находится в верхнем ряду, вторая справа. Нажимаем ее, открывается окно добавление наших изображений, галерей. В данном случае у нас создана галерея, называется она wedding и здесь я могу выбрать показывать ее как список изображений или сразу слайд-шоу или сразу имидж браузер. Оставляю список изображений, нажимаю вставить. Здесь как раз добавился тот короткий код, о котором шла речь вот здесь вверху, когда мы добавляли галерею. Обновляю страницу, перехожу на сайт и вот смотрим, да, у нас появилась вот такая вот галерея, 8 изображений. При нажатии на каждую открывается изображение размером 800 на 600 пиксель. Что можно здесь еще дополнительно настроить? Ну, во-первых, вы видите здесь вот этот текст, о котором шла речь в первом видео. Сейчас я вам покажу, где он выводится. Вот здесь у нас есть вот эти слова, да. То есть, в принципе, если мы сейчас этот алгоритм, то есть вы не хотите, чтобы, допустим, посетитель делал выбор, а хотите просто галерею выводить в виде миниатюр без всяких переключений. Соответственно, здесь вот этой надписи не будет, а будет просто выведена галерея. Далее, здесь вы видите, что они выведены размером 100 пиксель в ширину, 70 пиксель, 75 пиксель в высоту. Вы помните, я в первом видео рассказывал о том, что размер этот можно регулировать. Единственное, что если сейчас я начну менять, то это может не сработать по ряду причин. Ведь миниатюры уже созданы. Поэтому, как вариант, если вы хотите, чтобы вот не было здесь таких вот больших промежутков между изображениями, вы можете померить расстояние, которое здесь вот есть полностью. Сесть с калькулятором, посчитать, чтобы выбрать так, чтобы между изображениями было вот это расстояние, допустим, здесь порядка 5-8 пикселей между двумя вертикально расположенными миниатюрами. Но давайте попробуем добиться тоже такого же показывания. То есть увеличим миниатюры. Как это сделать? Давайте перейдем на страницу настроек вкладка миниатюры и попробуем сделать не 100 на 75, а допустим 120 на 100. Нажимаем сохранить. Переходим на страницу, перегружаем. Видим, что ничего не изменилось. Потому что у нас эта галерея уже создана. Поэтому давайте опять вернемся. Так, здесь у нас ID 1. Мы сейчас переходим к галереи. Нажимаем, не так, нажимаем галерею. Удаляем созданную. И возвращаемся опять к разговору о создать галерею. Теперь она у нас уже идет ID 2. Потому что первую мы хоть и удавили, но она в базе данных сохранилась. Подставляем, выбираем фотографии. 8 штук. Загружаем их. Все, галерея добавлена. Теперь переходим в эту запись. Открываем ее в режиме редактора. И меняем число 1 на число 2. Обновляем. И перегружаем главную. Как видите, у нас изображения увеличились. Ну, недостаточно. То есть можно было бы, допустим, выбрать не 120 на 100, но, к примеру, 150 или 160 на 120. Тогда, возможно, мы бы добились вот этого более узкого промежутка. Но я думаю, что вы поняли принцип и самостоятельно сможете с этим справиться. Теперь, что касается еще такого момента, как настройка внешнего вида нашей галереи. На странице внешний вид у нас есть небольшой список стилей. Обратите внимание. Практически они не очень отличаются друг от друга. Но есть некоторые моменты. К примеру, вот сейчас мы видим. У нас вот такой стиль. Идет рамка. При наведении курсора эффект хавер. Получается заполненная рамка. Цвет серый. Такой. Вот если я сейчас переключусь на стиль кадла, тем он автоматически, видите, обновился. И теперь перегружу главную страницу. Так, стоп. Вот, значит, надо было еще активировать. Соответственно, у нас теперь, видите, изображения такие, как с небольшой тенью. Вот, если я сейчас вместо К2, допустим, активирую вот такой Shadow Effect. Ну, он практически не отличается. Сейчас еще посмотрим, что здесь есть. Hollow Effect Steel. Не помню точно уже, как он выглядит. А, вот такой вот. То есть идет рамка. Вот, если вы знакомы с стилями, и, допустим, хотите изменить что-то в стилях, ну, как вариант, что можно изменить. Допустим, граница. Цвет границы серый. То есть, если я сейчас здесь вместо вот этого формата, вывода цвета, поставлю что-то другое, то, соответственно, там это поменяется. Ну, и так далее. Background Color – это цвет фона. Просто Border – это цвет границы. Просто Color – это цвет текста и так далее. Немножко знаний CSS. Я думаю, вы справитесь и сможете настроить внешний вид вашей галереи более симпатично. Что касается текста, сопровождающего ту или иную миниатюру. Давайте перейдем на страницу галереи. Откроем нашу галерею и посмотрим, что здесь у нас есть. У нас здесь есть список наших файлов, да? Есть их имена, есть их описание. Давайте попробуем поменять. Что у нас в связи с этим получится? Теперь нажимаем «Сохранить». То есть, верните, вместо названия файла «21, 22» и так далее, у нас появился заговорок. Фигурки жениха и невесты. Теперь, если я сейчас нажму на эту картинку, да? То вот у нас есть какое-то изображение в рамке. А если сейчас я напишу здесь какое-то описание. И так далее. Теперь сохраню. Перегружу. Чтобы изменения вступили в силу. А теперь нажму на эту фотографию, то увидим, что здесь появился текст, сопровождающий эту фотографию. Так, вернемся к нашему слайд-шоу. Я удавил, сейчас я попробую это все вернуть. То есть, вот здесь у нас еще был, перед этим, вы помните, показать, как слайд-шоу. А здесь, если мы будем переключаться, соответственно, должно быть показать галерею. Сохраняем. Перегружаем. Включить же надо еще. При переключении у нас открывается все то же самое, только в виде слайд-шоу. Время на показ. Я вам напомню, где это регулируется. 10 секунд, да? Если мы поставим другое количество. Если бы мы увеличили вот это тоже, да? Давайте попробуем. 600 на 400. Соответственно, видите, размер изменился. Что касается дополнительных настроек той же галереи. Все это есть в файле CSS. Поэтому, если вы его немножко, если вы разбираетесь в этом, то, соответственно, надо искать эти все настройки в файле CSS плагина. Ну, по внешнему виду мы только что говорили, да? Так, теперь несколько слов о альбомах и галереях. Так, перед тем, как я расскажу о галереях и альбомах, я еще раз вернусь к добавлениям. Я показал один способ добавления изображения. Это через загрузку изображений. Вот в этой вкладке. Но есть еще несколько вариантов. Точнее, два. Это загрузить zip-файл или импортировать папку с изображениями. Давайте я вам покажу эти два способа тоже. Почему? Ну, потому что иногда по каким-то причинам, неизвестным мне, бывает, что добавление фотографий именно вот в этом режиме выдает ошибку. Я сталкивался это не на своем сервере, а на серверах некоторых заказчиков, которые настраивал галерею. Поэтому я иногда пробовал это делать с помощью zip-файла или импортировал папку с изображениями. Что для этого надо? Ну, во-первых, сначала надо подготовить архив. Давайте я сейчас второй архив создам для галереи из вертикальных фотографий. 4, 5, 6, 7, 8. Так, добавить в архив. Формат zip. Вот я создал архив. Теперь, теперь, теперь мне нужно создать новую галерею. Назовем ее wedding2. Теперь, как видите, она у нас будет с id3. Перехожу на вкладку загрузить zip-файл. Теперь нахожу наш архив. Выбираю созданную только что галерею. Обратите внимание, что ограничение по загрузке 8 мегабайт. То есть, архив не должен быть больше этого размера. И теперь нажимаю начать загрузку. Теперь будет автоматически создана новая папка, которая будет называться wedding2. И в ней будут лежать изображения и миниатюры. Как видите, все произошло. Все нормально. Zip-файл распакован. 8 изображений добавлено. Мы можем посмотреть. Вот только я здесь их не вижу. Может быть, еще не обновилась на сервере. Но сейчас проверим. Так, давайте откроем наши записи. Вот у нас вторая галерея. ID3. Обновляем. Так. Переходим на главную. Смотрим. Вот у нас появилась, видите, да? Вторая галерея. Ну, сразу хочу показать, что некорректно, да? Потому что у нас вертикальные. А здесь у нас идут, соответственно, миниатюры такие. Вот здесь начинаются неудобства. Неудобства в чем? Ну, в первую очередь в том, что миниатюры настраиваются для всех галерей одинаково. Поэтому, если я сейчас захочу поменять и сделать миниатюры вертикальными, не вот такими, более квадратными, да? А сделать вертикальными. То, соответственно, поменяются размеры и этих миниатюр. Поэтому, вот это неудобство надо учитывать. Учитывать, каким образом, то есть, может быть, заранее создавать миниатюры. Таким образом, чтобы вот этого обрезания снимка не было. То есть, конечно, на открывшемся большое изображение, он показывает его корректно, на миниатюрах всегда будет обрезание. Ну, видимо, в некоторых случаях с этим придется, как бы, смириться. Так, и теперь следующий способ, о котором тоже стоит рассказать, это импортировать папку с изображением. В данном случае, вам нужно сразу подумать о создании новой папки с новым именем для галереи. То есть, вот здесь мы создаем папку, к примеру, да? И называем ее, ну, у меня там есть еще детские фотографии. Давайте попробуем детские торты загрузить в эту папку. Так, находим эти изображения на компьютере. Лежат они у меня на рабочем столе. Папка заказчики. Так, материалы для сайта, торты, детские, 800 на 600. Ну, вот здесь я возьму, ну, давайте любые, я не знаю, какие там прямоугольные, горизонтальные, вертикальные. Вот я добавил эту папку, да? Папка у нас называется KIDI. Теперь я захожу сюда и указываю путь к этой папке. И вот у нас в папке создаются миниатюры детских фотографий. Давайте посмотрим. Опять же, где-то она и в другом месте положила, и еще сервер не обновился. Так, 8 изображений добавлено, галерея KIDI создана. Теперь открываем опять записи. На всякий случай обновим, чтобы у нас там добавилось галерея. Так, ставим курсор ниже. Открываем. И выбираем нашу галерею. Обновляем запись. И обновляем главную страницу. И вы видите, у нас добавились детские фотографии. Ну, здесь разные форматы идут. Понятно, что миниатюра... Опять же, такая же стандартная. Вот я вам показал три способа добавления. Скажем так, каждый пользуется таким вариантом, который ему удобен. Это во-первых. И во-вторых, тот вариант, который, скажем, на его сервере будет корректно работать. Мне кажется, что вот этот вариант, он наиболее предпочтительный. Поэтому автор, разработчик плагина, его и поставил на первое место. Так, в следующем, давайте, наверное, я на этом сейчас видео закончу. Достаточно длинным получилось уже инструкция. Сегодня выложу вам эту видеоинструкцию, вторую часть. А в третьей части уже расскажу о, скажем так, создании альбомов. И как это можно все выгрузить в запись или страницу, или создать ту же страницу портфолио, где у нас эти галереи в альбомах будут представлены. Спасибо за внимание. Всем успехов.